Чтобы чувствовать себя в своей тарелке, приходите к нам. В приятной атмосфере уюта и комфорта мы приготовим для вас лучшие блюда европейской и национальной северной кухни. Поразим необычным сочетанием вкусов и красотой подаваемых блюд. Щедрые бизнес-ланчи, оригинальные десерты, разнообразные напитки. И все это на улице мира 10А в кафе-баре в своей тарелке. Там, где вам всегда рады. Хотите быть здоровыми и красивыми? Тогда приходите в баню. Просторные парные, бассейн, комната отдыха, оборудованная телевизором и приборами для чая. А также дубовые веники, кедровые ведра для обливания. При бане работает бар, где вас приятно удивит разнообразная кухня. Есть караоке. И все это в самом центре города Кировска. Банный комплекс «Добрыня». Согреем летом и зимой. Рюкзак порвался. Ах, куртка мала. Да, обувь пора менять. Это ж сколько магазинов придется обойти, чтобы все купить. А зачем вообще выходить из дома, если все можно заказать через интернет в группе совместных покупок «Лучшее детям». Здесь есть весь ассортимент. Одежда на все сезоны от ведущих торговых марок. Крокет, апрель, пеликан. Современные модели из качественных натуральных материалов для мальчиков и девочек. Верхняя одежда, бельевой трикотаж, обувь, головные уборы и товары для новорожденных. Кроме этого, широкий ассортимент игрушек, канцелярии, кроватки и коляски для малышей. Просто выбирайте нужный вам товар и получайте в пункте выдачи на улице Ферсмана, 26В, торговый дом «Геолог». Доставка в Кировск бесплатна. Всем большой привет! Это «Игра есть контакт». Меня зовут Анна Базлева. Я несказанно рада тому, что вы сейчас находитесь у экранов телевизора. Две команды пришли бороться на поле битвы. И кто же из них выйдет в финал, узнаем совсем скоро. Итак, первая команда «Улыбка». Андрей Шарай. Анна Козлова. Ирина Хаустова. Светлана Азаренко. Сейчас, наверное, все воспитанники Центра детского творчества «Хибины» гордятся вами. Ведь вам столько пришлось преодолеть для того, чтобы сейчас стоять здесь и бороться за выход в финал. Сами-то что скажете? Вообще ожидали на такой исход игры? Старались. То есть это было запланированное? Но не ожидали. Старались. Все понятно. Сегодня вашими соперниками станут тоже педагоги, но только и спортивные школы. Это команда «Великолепная четверка». Наталья Румянцева, Елена Майорова, Ольга Петрова, Сергей Яцух. Ну что, не забыли вы еще свой девиз? Давайте напомним и нашим телезрителям. С каким девизом вы пришли к нам на игру? Соперник словно на иголке, потому что знает нас. «Великолепная четверка» в игре покажет нынче класс. Команда «Улыбка». Что вы ответите? Три, четыре. Если по жизни с улыбкой идешь, призвание свое непременно найдешь. И на этой ноте мы переходим в первый раунд. Итак, первый раунд. Я даю вам слово, капитан, а вы постарайтесь передать его по цепочке своим подопечным. Держите в уме все наши правила, тогда все получится. Надевайте наушники. Наталья, а вы выбирайте. Давайте первую. Угу, берите. Что за слово вам досталось? Рябина. Слово рябина. Итак, поехали. На дереве грузди рябина. Дерево, как вы поняли, на севере. Дель, сосна, рябина. Красные бусы, дель. А жреби? Нет, красные бусы, растение такое есть. Кораллы? Нет, с столбом. Со стволом. Со стволом красные бусы. Песня. Красные бусы. Еще прилетают птицы с севера, ее клюют всегда зимой у нас. Рябина. Вот нашли вы, про бусы-то кому спеть? Ольга. Это рябина, диспетчер Сергей. Угадали, молодцы. Ну, для начала слово было несложное, поэтому разминаемся. У вас, я думаю, оно тоже будет простым, так что не отчаивайтесь, надевайте наушники. Итак, включаем музыку. Ну, а вы, пожалуйста, Андрей, учтите то слово, которое досталось вам на карточке. Слово? Ответ. Ответ. По-моему, элементарнейшее слово, которое могут передать подсточки даже дети. Итак, время. Задача должна иметь правильный ответ. Учитель доски решает пример, и ученик должен сказать ответ. Ответ. Предложение парень делает девушке выйти замуж и ждет. Ответ. Вот это да. Отлично. Не согласие он ждет, а ответ он ждет. Эксперт, что скажете? Второй игрок повторил за первым слово «должен». Команда получает два балла. Вот это да. Одно слово все-таки повторили. Два балла заработали. Есть еще одна попытка, воспользуемся ею. Тогда менять с местами. Андрей, проходите в конец этого ряда. Надевайте наушники. Анна, продолжим. Две карточки на выбор. Угу, прощите слово вслух. Ох ты, канцелярия. Какое длинное слово, но, по-моему, несложное. Канцелярия. Продолжаем играть. Когда идет дождь, говорят, разгневалась кто? Погода. Нет. Стихия. Нет. У нас Лена сидит где? Как называется кабинет ее? Секретарь. Бог. Как по-другому называется? Там много бумажек перекладывают с места на место. Одним словом. Секретарь. Проще. Стол. Кошка. Слово на вот эту букву. Первая буква кошка – это первая буква вот этого слова. Где Лена сидит? Кабинет. Еще. Тоже на эту букву. Аня. Ну, Лена сидит, бумажки перекладывает. Это вот называется кабинет этим вот словом. Идите, возьмите эту бумажку. Где? У секретаря. На букву, который код. Класс. Кабинет. Еще. Тол. Еще на к-на-кэ. К-к-к. А-а-а. Казино. Почти. Почти. Лена там не сидит. Блин. Комната. Вот, кстати, вы, выключая музыку, в самом начале прошли верным путем небесная канцелярия сразу же. Блин. Да я же тебе сказала. Так небесные-то не сказали. Сказали там наверху мешают. Ох, жарко тут стало. Слово канцелярия было загадано, но не угадано. Поэтому два балла было, два балла остается. Ну что, теперь давайте играть с вами. Да, казино это было прям вообще менять с местами. Продолжим игру. Надевайте наушники. Так, Елена. Ну что, вы уже трепещите от предстоящего слова. Ну, произносите его вслух. Регистрация. Регистрация. Мы вам загадываем, а вы сняете. Итак, время пошло. В аэропорту. Подходим с билетами. Контроль. Действие. Пропуск. Действие. Перед билетом. Пройдите, пожалуйста. Регистрация. В ЗАГСе брак. Что делают? Сочетают. Нет. Брак закрепляют. Крепляют, расписываются. Что? Целуются. Горько кричат. На паспортном столе. Когда ты приходишь, хочешь по месту жительства. Что сделать? Прописаться. Другое слово. Прописка. Другое слово. Да. По месту жительства. Ну-ка, еще раз. Наведи, наведи. Давай. Ну, в ЗАГСе брак. Что делают? Брак. Записывай. Первая буква. Рак. Регистрируй. Только в существительном. Если. Слушайте. Вы с субиксами и существительными водите и Сергей в тупик. Ой, так какое. Слово «регистрация» было загадано. Мужчинам надо говорить «транспортное средство», прежде чем здесь у него надо что? Зарегистрировать. Так, скажите, пожалуйста, эксперт, каков же все-таки у нас результат? Только один игрок угадал слово. Команда получает один балл. Подбадриваем друг друга аплодисментами и движемся дальше. Итак, мы продолжаем. У нас второй раунд. Меняйтесь местами. Ирина, подходите ко мне. Надевайте наушники, а вы пока выберите понятие, на которое мы будем называть ассоциации. Итак, какое слово вам больше нравится? Вот это, наверное. Назовите его вслух. Круиз. Слово «круиз». Назовите нам ассоциации, которые у вас возникают с этим словом. Отпуск. Путешествие. Море. Корабль. Записали. Очень быстро справились на задачи. И остальные участники к нам возвращаются. Мы включаем музыку. И просто вот на раз-два Ирина выполнила наше задание. Я думаю, у вас тоже все получится хорошо. Итак, слово «круиз». У каждого из вас с чем ассоциируется? Время. Море, солнце, корабль, хорошее настроение. Теплоход, вода, воздух, пляж, загорелая. Туристы. Отпуск, лето, жара, солнце, теплоход, море, вода, волны, песок. Ох, у вас такое ощущение, что на столе это где-то было написано. Вы так сконцентрировали свое внимание. Скажите, эксперт, сколько было повторов? Три совпадения со словами «отпуск», «море» и «корабль». Команда получает шесть баллов. Как считаете, неплохо? Молодцы. Всего четыре было слова. Одно слово не угадали, но потом после игры спросите, какое. Продолжаем теперь с вами. Меняйтесь местами. Ольга, подходите ко мне. Что вы так грустно вздыхаете? Надевайте наушники. Так, ну а вы мне, пожалуйста, скажите, с чем у вас ассоциируется механизатор? Механизатор, словом, какие ассоциации? Знакомы вам? Механизатор? Да. Ну, не знаю, село. Село. Потом транспорт, комбайн. Еще одна. Механик пускай будет. Механик? Ну, хорошо. Давайте запишем. Итак, четыре слова мы записали. Музыку мы выключаем. Так, дорогие друзья, мы загадываем для вас, не очень распространяем для наших мест слово, но все же, я думаю, каждый из вас с ним знаком. Механизатор. С чем у вас ассоциируется время? Механизатор, механизатор, механизмы, транспорт, работник. Трактор, механизм, машина, рабочий, камаз, колеса, механизмы. Не женское слово, хотя большее количество участниц именно женщины. Скажите, пожалуйста, были ли совпадения, эксперт? Одно совпадение со словом «транспорт». Команда получает два балла. Только как вы пропустили, а говорите, не было ассоциаций. Вначале у нас лидировала великолепная четверка, теперь вырвалась вперед улыбка. Что же будет дальше, я даже не могу себе предположить. Итак, движемся в третий раунд. Итак, мы сейчас узнаем, кто же все-таки у нас пойдет в финал и сыграет с Горняком. За первое место будет бороться команда. Ну а пока другие цели, надо все-таки справиться с третьим заданием. Конкурс «Пантомима» вам предстоит на карточке по-прежнему. Пять слов, но, к сожалению, достаточно сложные. Поэтому включайте всю свою фантазию. «Справимся». Да, я надеюсь. Итак, выбирайте, какую карточку мы будем показывать. Это моя. И все же. Там ничего интересного. Значит, я ее кладу под низ. У вас 60 секунд иметь. Итак, время. Какалка. Прыгун. Боксер. Спортсмен. Кишеловес. Соревнования. Начинайте с легкого. Норма готова. Баскетбол. Корзина. Мячик. Судья. Ринг. Вот. Спортсмен. Виды спорта, наверное. Олимпиада. Банан. Верно. Хлеб. Нарезка. Отбегная. Верно. Ответ. Проемы. Билет. Пассажир. Номера. Фокусник. Бантик. Подарок. Подарок. Юбилей. Подарок для рождения. Это было слово сувенир. Странная стратегия. Сергей, вы начали с середины списка. Это была тренировка. Как наши спортсмены. Я поняла ваши стратегии. Вы думали, что просто они первым делом скажут слово тренировка. Но, увы, ах, не отгадали. Слово банан. Простое, легкое. Слово отбивное. Из этого же. Масленица. А масленица блины пожарить была. Блины пожарить. А потом уже показать, что масленица. Ну, наверное. Или чуча сжечь. Итак, у нас что есть? В банан есть? Отбивная есть. Тренировки нет. Масленица нет. Сувенира тоже нет. Шесть баллов заработали. Счет пополнили. Хорошо. Так, теперь играем с вами. Подождите, еще не все упущено. Ирина, подходите ко мне. Вас охладывает ужас. Я в шоке. Но ничего страшного. Одна карточка осталась. Последний рывок. Заключительная минута. Объявляем время. Тушь. Первая. Окно. Теленизер. Рип, аквариум. Дальше. Снизу сверху трубак. Шар. Ирина. Макдональдс. Закусочное. Ресторан, кафе. Фастфуд. Горб. Берблюд, Дармадерн, Мы, Четверо, Стадо, Караван, Караван, Хаустова читает книгу, ведет урок, Лекция, Лекция, Регистратор, Урок, Лекция, Виктор, Ведущий, Телеведущий, Лекция, Лекция, Вы одну сторону показываете, а вот эту сторону, это был диктант, она вам диктует текст. Итак, у вас тоже отгадано два слова, и мы вас с этим поздравляем. Ну вот и определились финалисты, это команда Горняк и Улыбкан, через неделю мы посмотрим на их игру, ну а сейчас, к сожалению, с дистанции сходит великолепная четверка. Мы были рады вас видеть, вы прекрасно играли, но, как видите, задание усложняется, и, может быть, оно и к лучшему вовремя уйти. Мы вас поздравляем, дарим вам сладкие призы, ну и, как уже рассказали вам с предыдущей игры участники команды, мы дарим вам абонемент, сходите в баню. Я знаю, что спортсмены это дело очень любят, а у вас будет прекрасный повод не за чашечкой, чая в кабинете, обсудить сегодняшнюю игру, а в более приятном месте. А в банном комплексе. А в банном комплексе. А вообще, Сергей, крупно повезло. Но это еще не все. Я так понимаю, Наталья просит слово. Итак, в городе Кировске в этом году впервые прошли самые, наверное, лучшие, самые долгожданные соревнования по лыжным гонкам, которые называются «Хибинская весна». И мы передаем нашим сегодняшним соперникам, победителям, это вам, как значки в дар удачи, на следующую игру, на финал. Желаем вам победить честной, интересной игры. Это очень здорово, когда мы заканчиваем программу на такой хорошей, доброй ноте. Спасибо вам большое. Ну, а вы, дорогие телезрители, не забудьте, в следующий четверг включить телевизор, ведь у нас уже будет финал. Пока-пока. Рюкзак порвался. Куртка мала. Да, обувь пора менять. Это же сколько магазинов придется обойти, чтобы все купить. А зачем вообще выходить из дома, если все можно заказать через интернет в группе совместных покупок «Лучшее детям». Здесь есть весь ассортимент. Одежда на все сезоны от ведущих торговых марок. Крокет, апрель, пеликан. Современные модели из качественных натуральных материалов для мальчиков и девочек. Верхняя одежда, бельевой трикотаж, обувь, головные уборы и товары для новорожденных. Кроме этого, широкий ассортимент игрушек, канцелярии, кроватки и коляски для малышей. Просто выбирайте нужный вам товар и получайте в пункте выдачи на улице Ферсмана, 26В, торговый дом «Геолог». Доставка в Кировск бесплатна. Хотите быть здоровыми и красивыми? Тогда приходите в баню. Просторные парные, бассейн, комната отдыха, оборудованная телевизором и приборами для чая. А также дубовые веники, кедровые ведра для обливания. При бане работает бар, где вас приятно удивит разнообразная кухня. Есть караоке. И все это в самом центре города Кировска. Банный комплекс «Добрыня». Согреем летом и зимой. Чтобы чувствовать себя в своей тарелке, приходите к нам. В приятной атмосфере уюта и комфорта мы приготовим для вас лучшие блюда европейской и национальной северной кухни. Поразим необычным сочетанием вкусов и красотой подаваемых блюд. Щедрые бизнес-ланчи, оригинальные десерты, разнообразные напитки. И все это на улице Мира, 10А, в кафе-баре в своей тарелке. Там, где вам всегда рады.